Здравствуйте, дорогие зрители канала Процветок! Сегодня мы с вами поговорим о том, как поступать нам с ежевикой и как поступать с малиной ремонтантной перед зимой. То есть у нас сейчас ноябрь, и нам нужно подготовить растения к укрытию. И одни, и другие. Хотя, что касается малиной ремонтантной, ее можно не укрывать, но обрезать ее нужно. Ну и вот вы видите, перед вами куст ежевики. Ежевика сорт Торнфри, то есть она теплолюбивая. У нас наши климатические условия Беларуси, ну и любой другой средней широты, любой другой регион. Таким образом и в более северных широтах нужно поступать. Ее нужно укрывать и подготавливать. То есть вы видите, что растение вообще на самом деле очень высокое. Лозы вырастают, ну у меня 2-3 метра где-то они выросли, но они могут вырастать и до 5 метров. Вот, допустим, вот какой побег огромный вырос. И я уже подвязывала свои. То есть мы на зиму должны их положить на зиму, потому что теплолюбивый сорт, и он однозначно у нас вымерзнет. Поэтому мы, вот я подвязывала уже, и оно у меня уже наклонено, потому что раньше они были вертикально ориентированы. И мы потихонечку продолжаем прогибать. Берем что-нибудь из подвязывающего материала. И вот у меня рядышком с забором посажено, и я опором буду подвязывать. Но можно взять колышки, любые колышки, и подвязывать колышком. И вот таким вот образом, я говорю еще раз, повторяю вам, что я их уже приучила к этому наклоненному положению, и они будут уже легко ложиться. Потом я покажу вам, как можно... Это нужно делать очень аккуратно, потому что можно побег сломать. И я тихонечко завожу за этот куст, придерживаю, и потихонечку укладываю до того места, где вот можно его подвязать. Можно использовать столбики забора. Если у вас такой возможности нет, значит, берете колышек и фиксируете на колышек. Значит, для фиксации можно использовать все, что угодно, но, конечно, лучше использовать специальный материал. Вот первую лозу я подвязывала специальным кембриком. Такая полая трубочка полиэтиленовая. Вторая лоза у меня такая, скажем, ну, очень жесткая. И здесь я использую проволоку. Но проволока на зиму ее лучше не оставлять. Лучше все-таки использовать полиэтиленовый материал. Ну и вот третья лоза тоже может неправильно лозой называть, но по форме она очень похожа на виноградную лозу. Ее как-то так по аналогии называешь. Ну, видите, вот они уже стали послушные. И вот эти вот три побега нормально, хорошо кладутся. Так, ну, вот этот вот побег, вероятность того, что он пострадает от заморозков, очень-очень велика, но, тем не менее, я попытаюсь его зафиксировать в таком вот состоянии. Ну, просто ради интереса посмотреть, получится что-нибудь из него или не получится, выживет он или нет. Потому что все-таки, конечно, он пострадал и побег сломан. Не полностью, но целостность его нарушена. И вот здесь у меня как раз, видите, вот столбик, и я зафиксировала его на столбик. Ну и вот, что касается ежевики. Вот пока это все, значит, но это временно, то есть мы прогнули, но нам нужно полностью уложить на землю. Через неделю-две мы еще раз наклоним их. И дальше тоже вы можете под основание положить сухие ветви и сверху закрыть спонбондом. И вот в таком состоянии оно будет нормально зимовать. Можно, когда снег выпадет, можно еще сверху спонбонда насыпать снегом. Но тоже немного для того, чтобы не было сдавливания. Но если вы ветви подложите, оно будет как бы пружинить, и побеги не пострадают. Ну и вот рядышком у нас еще расположена малина ремонтантная. И что делать с малиной ремонтантной? Во всяком случае, у нас в Белоруссии, в Минской области, потому что у нас здесь суглинки, в Брестской области, например, там у нас печаники, на песчаных почвах по-другому делается. Значит, здесь у нас можно обрезать в ноль. Почему? Потому что, если мы в ноль обрежем, раньше начнет стартовать малина ремонтантная, у нас плодоносит на побегах этого года. Поэтому, чем раньше мы уберем вот эти вот остатки на зиму, не будем оставлять, тем быстрее у нас отскочит от подземной побеги, разовьются и быстрее вступит в плодоношение. Ну вот я вырезаю, надо стараться, чтобы вообще шипы не оставались. Здесь вот, видите, шипы остались, но это от того, что я вырезала от плодоносившая. Летом что-то вырезала, лишние какие-то побеги. Ну, я вот знаю, что она у меня здесь расположена. И я удаляю все под ноль полностью. А вот эти вот ветви пока положим рядом, а потом будем использовать их для подкладывания под кусты ежевики. Вот можно увидеть, побег остался, да, ягодки уже, заморозки были, ягодки не успели вызреть. Вот такой вот побег. Если мы не обрезаем ноль, то мы затягиваем вегетацию, и начинают позже развиваться побеги, ну и, соответственно, не может растение реализовать полностью свой потенциал. Вот для того, чтобы этого не было, все-таки на суглинистых почвах нужно обрезать осенью, и в ноль обрезать. На песчаных почвах лучше оставлять шипы, ну, хотя бы 15 сантиметров. Почему? Потому что очень сильные ветра, и для того, чтобы не было воздушной эрозии, нужно оставлять и для снегозадержания тоже, потому что на песчаных почвах это важно. Снег плохо держится, ну, у нас, во всяком случае, в Брестской и Гомельской области, где это место, ну, в основном, песчаная почва. И там удаляются потом эти шипы как можно раньше, как только сойдет снег, в феврале, в марте. Ну, это зона у нас, где неустойчивый снежный покров, и там, как правило, в начале февраля все это уже удаляется. Ну, вот у меня все. До следующих встреч. Всего самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok